Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим антикризисные меры, объявленные Маратом Мымбаевым о преодолении кассового разрыва в размере 140 миллионов долларов. Итак, вначале давайте посмотрим отрывок вебинара, на котором Марат Мымбаев объявил об антикризисных мерах. Мы решили разделить работу кошелька Амирвалет 2.0 и управляющей компанией Амирфинанс. Амирвалет будет работать, можно сказать, с понедельника. Он будет работать в полный функционал самостоятельно и со всеми из этого вытекающими действиями. И в связи с этим у нас в рамках антикризисной меры все средства, которые сегодня находятся на кошельке, то есть на Амирвалет, будут переведены на счета накопительные и стабильные. То есть мы полностью, чтобы включить весь функционал Амирвалет, начиная от безлимитного ввода-вывода, заканчивая работой SolarGIS и так далее, и так далее, мы хотим, чтобы, так сказать, все ошибки, на самом деле я уже много раз признавал и сейчас признаю, что ошибка в виде кассового разрыва, она находится в управляющей компании Амирфинанс. То есть она не происходит в кошельке. Ну и, соответственно, мы обнуляем кошелек и запускаем полноценную работу кошелька. Я сейчас по пунктам озвучу антикризисный план, ну, ряд мер, да, и для управляющих компаний в основном. Первое – это 100% дохода по Sunrise программе будет направлено на устранение кассового разрыва. То есть до момента, когда, ну, скажем, цифры сойдутся, по Sunrise программе начислений не будет. Это первое. Второе – это 100% чистой прибыли управляющей компанией Амирфинанс в виде 10%. 100% чистой прибыли Амирфинанс будет направлено на устранение кассового разрыва. Также будет направлено на устранение кассового разрыва. Третье – 50% дохода по счету накопительный будет направлено на устранение кассового разрыва. Четвертое – весь доход по счетам стабильный, без капитализации, будет зачисляться полностью на счет накопительный. В связи с этим, ну, пятое, да, пятое. В связи с этим до 6 марта включительно, то есть до завтрашнего вечера, всем инвесторам нужно перевести средства со счета кошелек на любой из счетов, ну, там, накопительный или стабильный, или, там, купить токены, или купить доли, да, там. Тут, тут, как бы, скажем, так, три варианта. Ну, по тексту написано перевести на счет накопительный и стабильный. Ну, вот купить токены, купить доли – это я уже от себя добавил. Шестое – 7 марта, те, кто не перевели средства, все средства, которые будут оставаться на счетах кошелек, будут автоматически перенесены на счета накопительных. Седьмой пункт – на вывод со счета накопительных можно будет поставить меньшую сумму из двух сумм. То есть или это сумма дохода за последние 4 недели, но не ранее, там, 5 марта, да, там. Или, вот как мы уже оглашали, тысячу долларов в марте, тысячу USDT, 0.15 эфириума, 0.01 BTC – это в марте, две тысячи USDT, 0.3 эфириума и 0.02 BTC в апреле и так далее. Восьмой пункт до 25 марта будет заблокирована возможность формирования заявок на выводы средств со счета накопительных до автоматизации контроля суммы заявок. Это тоже вынужденная антикризисная мера на сегодня. Десятый пункт – во всех личных кабинетах будет установлено 100% реинвестированное по счетам накопительные стабильные. Данные меры позволят сделать кошелек Amir Wallet привлекательным для владельцев криптовалюты и сохранить управляющую компанию Amir Finance. Основные антикризисные меры я озвучил. В антикризисных мерах еженедельно я буду отчитываться о проделанной работе, то есть о тех суммах денег, которые были, скажем так, сэкономлены для устранения этого кассового разрыва. То есть будут данные по кассовому разрыву и, соответственно, каждую неделю отчет по тому, насколько это сократилось. Перед нашими инвесторами еженедельно такая отчетность отчетность мною будет предоставляться. На сегодняшний день это около 140 миллионов долларов. Это, скажем, худший вариант. Рынок же такой, он плавающий. То есть если по факту у нас разница где-то в 60-70 миллионов, то при текущем закрытии, при текущем состоянии рынка и при текущем быстром закрытии, то оно еще повлечет за собой около 20-15-20% дополнительных убытков. И как худший вариант по риск-менеджменту, по таким худшим каким-то показателям, это кассовый разрыв около 140 миллионов. И вот те меры, которым мы, вот я сейчас огласил, еженедельно будут сокращать этот кассовый разрыв. Это не окончательные меры. То есть я назвал на сегодняшний день такие, скажем, самые непопулярные, худшие, скажем, шаги, которые мы предпримем в ближайшие дни. Есть позитивные, есть позитивные и хорошие шаги, которые сейчас буквально там в течение недели тоже будут доработаны и объявлены в качестве тоже антикризисных мер дополнительно для этого. Клиент скорее жив, чем мертв. Ну и, соответственно, вот эти все антикризисные меры, они как раз на то, чтобы нам быстро выйти из вот этой ситуации. Итак, объявление, сделанное в телеграм-канале Амир Кэпитал 6 марта. Уважаемые инвесторы, информируем вас о текущей ситуации в компании. Первое. Обнаруженные ранее технические ошибки в кошельке Амир Воллет, то есть задвоение транзакций, некорректное отображение баланса и другие, были устранены. Второе. Было принято решение разделить продукты кошелек Амир Воллет и управляющая компания Амир Финанс. Для этого все текущие средства с Амир Воллет будут переведены в управляющую компанию Амир Финанс на счета накопительный и стабильный плюс. Амир Воллет в дальнейшем будет работать без привязки к управляющей компании Амир Финанс. То есть отдельно. Разработан план антикризисных мер для управляющей компанией Амир Финанс. Первое. 100% дохода по Sunrise Program будет направлено на устранение существующего кассового разрыва. Второе. 100% чистой прибыли Амир Финанс будет направлено на устранение кассового разрыва. Третье. 50% дохода по счету накопительный будет направлено на устранение кассового разрыва. Четвертое. Весь доход по счетам стабильный плюс без капитализации будет зачисляться на счет накопительный. Пятое. До 6 марта включительно инвесторам нужно перенести средства со счета кошелек на любой из счетов накопительный или стабильный плюс. 7 марта 2022 года все средства, которые будут оставаться на счетах кошелек, будут автоматически перенесены на счета накопительный. До 25 марта 2022 года будет заблокирована возможность формирования заявок на вывод средств со счета накопительный для автоматизации контроля суммы заявок. Восьмое. Все созданные ранее заявки на вывод будут отменены. Увы. Девятое. Во всех личных кабинетах будет установлено 100% реинвестирования по счетам накопительный и стабильный. То есть полученная прибыль она автоматически будет реинвестироваться. Данные меры позволят сохранить управляющую компанию Amir Finance и сделать кошелек Amir Wallet более привлекательным для владельцев криптовалюты. Третье. Внутренние переводы между пользователями временно недоступны. Они будут включены по мере реализации антикризисного плана. На данный момент с помощью перевода можно приобрести долю в компании на адрес aw.sobaka.amir.capital. Других исключений нет. Следите за информацией. Четвертое. Возврат за токены Amir Meta произведен в полном объеме. Средства уже на ваших кошельках. Вы можете конвертировать средства в токены AWT во вкладке токены в личном кабинете до 6 марта включительно. Пятое. Приобретение токенов напрямую и счета накопительный есть в планах. Однако сроки реализации пока не определены. Следите за информацией в официальных каналах. И 7 марта было сделано еще одно объявление. Уважаемые инвесторы, возможны технические сбои при входе в личный кабинет из-за большой нагрузки на систему. Просьба воздержаться от входа в личный кабинет без необходимости в ближайшее время. Личный кабинет будет доступен до четверга 10 марта до 20.00 по московскому времени. В течение этого времени вы можете сделать конвертацию, перевести средства на счет накопительный, открыть счет стабильный плюс, купить токены AWT во вкладке токены. Спасибо за понимание. Но следует отметить, что данное объявление сформулировано не до конца понятно, потому что в комментариях под обращением Марата Менбаева возникло много вопросов. Например, Алишер спрашивает, я так и не понял, можно будет вывести 1 тысячу долларов в марте? И сотрудники канала отвечают, да, это предусмотрено в плане, текстовая версия опубликована в официальном телеграм-канале. Но мы с вами только что это объявление полностью прочитали. И на самом деле там нет четкого ответа, потому что, например, Алишер, который задал вопрос, спрашивает, скажите, а в каком пункте это написано? Я вижу только, что все деньги будут переведены в накопительный счет, и будет подключен полный реинвест. А в выводе там нет информации. И это действительно так. И, собственно, как видите, сотрудники Амир Кэпитал Лайф на этот вопрос больше ничего не ответили. А, например, Нестеров спрашивает, а заявку на вывод этой тысячи только после 25 марта можно сделать? Также тут написали, в сообщении ничего подобного не упоминается, кроме как, что все текущие заявки на вывод будут отменены. Андрей спрашивает, скажите, пожалуйста, как это предусмотрено у вас? Я про вывод в марте. Если вы же сами написали, что 25 до 25 марта будет заблокирована возможность формирования заявок на вывод с накопительного счета. Но при этом, как я понял, до 25 марта эти же выводы заблокированы. Вот еще несколько аналогичных вопросов. Я не понял, когда можно выводить тысячу, если до 25 марта заблокирован вывод. Правильно ли я понял, что до 25 марта я не смогу вывести ни 500, ни 1000. Выводить можно будет с 25 марта. Уточните, с каких чисел можно отправить заявку на вывод с накопительного в кошелек с последующим выводом на внешние кошельки с 25 марта и так далее. В общем, как видим, у многих возникают подобные вопросы, поэтому большая просьба задать Марату Менбаеву эти вопросы на ближайшем созвоне, на ближайшем вебинаре. Ну, собственно, из озвученных новостей мы видим, что руководство пытается разрешить сложившуюся ситуацию, решить текущие проблемы путем определенных мер. Насколько эти меры эффективны, помогут ли они устранить кассовый разрыв и вернуть компанию в рабочее состояние, ну, как говорится, поживем-увидим. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.